Трехдневные слушания на должной сети менеджера Волгограда завершились. Последние четыре человека представили свои программы. Наверное, это были самые продуманные и развернутые выступления. Все кандидаты в своих докладах отметили насущные проблемы города, а также необходимость реорганизации структуры администрации Волгограда. Первым выступил Алексей Шейкин, бывший глава Ворошиловского района. 35 лет стажа моего производственного, из них 28 лет, на муниципальной и государственной работе Волгоградской области, службе. Работа администрации Волгограда должна быть направлена на длительную перспективу развития города-героя. Следует строго придерживаться генерального плата развития города и разработанных правил землепользования и застройки. Основными направлениями работы считают повышение эффективности муниципального образования, управления, развитие финансово-бюджетных потенциалов города, развитие городского хозяйства города, развитие социальной сферы. Предстоит работа по оптимизации структуры управления Волгоградом. В структурных подразделениях администрации наблюдается избыточное количество руководящих должностей, что приводит к снижению управленческой эффективности и увеличению оплаты расходов на оплату труда. В связи с этим необходимо провести аудит положений структурных подразделений администрации, полномочий и должностных обязанностей чиновников, и после этого утвердить структуру администрации Волгограда. За основу принять приближение уровнов власти к населению, укрпив районные администрации. По мнению Александра Фоменко, необходимо изменить структуру администрации, пересмотреть оплату труда муниципальных служащих. Наблюдается превышение оплаты труда муниципальных служащих над установленными нормативами, что также отрицательно влияет на формирование бюджета, тем самым нарушая закон о формировании расходов на содержание органов местного самоуправления Волгограда. Можно отметить, что при соблюдении норматива по оплате труда можно добиться соблюдения норматива расходов на содержание органов местного самоуправления и, как следствие, уменьшение муниципальных служащих Волгограда. Вместе с тем, сокращение расходов можно добиться за счет приведения в соответствии с правовыми актами структуры администрации Волгограда и внутренней структуры подразделения администрации Волгограда, а также за счет упорядочения и оптимизации отдельных видов расходов на материально-технический и организационное обеспечение органов местного самоуправления. Касательно структуры управления, есть понимание изменения структуры, которые можно провести после тщательного изучения по направлениям работы всей системы административного органа управления, исключить дублирование работы подразделений, провести оптимизацию органов исполнительной власти, в счет стимулирования и внедрения мотивации за эффективность работы, а не автоматической выплаты заработных плат. Виталий Потапов назвал в своем докладе шесть основных направлений, по которым он собирается строить работу сити-менеджера. По шести пунктам я начну со структуры, потому что это основа так, насколько будет правильно организована структура, насколько будет организована кадровая работа главой администрации, настолько будет муниципалитет развиваться и настолько сам сити-менеджер, так сказать, будет себя спокойно и уверенно чувствовать. Второй вопрос, конечно, ЖКХ, именно тепловое хозяйство, я обращу внимание. Третий вопрос, транспорт, то также коротко. Четвертый вопрос, социальная политика Волгограда, именно с точки зрения администрации, что должна добиваться администрация с таких направлений, как молодежка, спорт и культура. Значит, развитие города за счет территории, на этот вопрос обращу внимание, и закончу чемпионатом мира 2018 года. Последним кандидатом, претендующим на должность сити-менеджера, выступил мэр города Камышин Александр Чунаков. Он обозначил со своей точки зрения сильные и слабые стороны города-героя. Основными слабыми позициям города сегодня необходимо признать. Невысокий уровень доходов населения, малоблагоприятный предпринимательский климат и отсутствие ясной инвестиционной политики. Высокий уровень изношенности основных элементов инфраструктуры, нерациональная архитектурная и транспортно-планировочная структура. Отсутствие системы и качества в гарантиях современных стандартов, базовых социальных услугов, образования и здравоохранения. Все претенденты представили, в общем, хорошие и серьезные программы. Некоторые доклады отличались большей развернутостью и детализированностью проблем. Выделить кого-то одного сложно, однако одному все-таки это удалось – Виталию Потапову. Он решил преподнести цветы всем женщинам, участвующим в конкурсной комиссии, но одного букета не хватило – главе Волгограда Ирине Гусевой, которая решила прийти и послушать в этот день конкурсантов, явных претендентов на пост сити-менеджера. Выберут ли преподаватели Политехнического института Виталия Потапова на эту должность – неизвестно. Зато его выход с цветами станет известен многим и запомнится надолго. Господин Потапов впоследствии, конечно, реабилитировался. Цветы главе города все-таки были подарены. Однако, претендуя на такой значимый пост, нужно быть более продуманным и взвешенным в своих мыслях и поступках, быть на шаг впереди, иначе можно попасть в просак и остаться без должности сити-менеджера. Действительно, из состава претендентов на должность главы администрации, действительно, можно сформировать своеобразный кадровый резерв, управленческий кадровый резерв главы города, который мы будем использовать в будущем при формировании новой администрации. Мы в полушаге от того, чтобы начать рассмотрение структуры, новой структуры администрации города, приступить к реформированию в целом конструкции муниципального управления в городе-миллионнике. И все, что мы сделали сегодня, не будет похоронено. Те фамилии, те имена, которые зажглись, может быть, в новом формате, мы завтра увидим в структурах управления города Волгограда.